Друзья, всем привет! Я думаю, многие из вас уже в курсе того, что YouTube сегодня находится на грани блокировки в России. Поэтому, чтобы не потеряться, прошу вас установить себе VPN, в котором вы уверены. И обязательно подпишитесь на мой Telegram-канал, в котором я всегда выкладываю анонсы о новых видео. Если вдруг с YouTube будет совсем беда, вы, соответственно, узнаете первыми, где продолжать смотреть нарезки любимых стримеров. Также, параллельно с YouTube, я начинаю загружать ролики в свой пабрик ВКонтакте. Все ссылочки я оставлю в описании. Подписывайтесь и будем надеяться, что YouTube все блокировки обойдут стороной. А теперь приятного вам просмотра. Что делать? Я? Да. Слушай, ну у меня был уже один поход, и я думаю, что... Тебе не спрашивали. Вот. Не, на YouTube обратно вернешься? Нет, я реально пойду на YouTube. Я буду стримить, типа, стендов, блядь, Clash of Clans, нахуй, Clash RL, блядь, похуй вообще. Я тебя заеби смотрел на YouTube, кстати. Окей, но тебе... У меня были стримы под 50-ку с холд на YouTube. Хорошо, смотри. У тебя вопрос, вот, допустим, у тебя есть этот, чуть-чуть площадочка на YouTube, да? Там, сколько там у тебя, дохуя фолловеров, типа, ты там стрим... Она мертвая. Она не расшел. Ты там стрим... Не важно, она мертвая, пока тут активность. Там активность, ну, типа, тут уйдет активность, пойдет туда. Окей, у меня есть, допустим, YouTube-канал, похуй. Похуй на Twitter. Остальные еще. Что, что с остальными будет? Вот, фрики. Ну смотри, у Жожа, Жожа девочкам скажет фас, они нападут, просто разорвут YouTube-канал его. А куда он им скажет? Тикток заблочили, Твич заблочили, куда? Да, он просто, просто будет кричать небо, они услышат. Я, ВК, подписывайтесь на мой ВК. Как поэтому, блядь, на луну ебать, написал свой знак. Злой. А где темы, Вадя? Злой. Я явно с курьером похуярю работать, вообще похуй. Ладно, но, кстати, реально вот, Жизовская тема. Что вы будете делать, если завтра закроют Twitch, если завтра закроют Twitch, это невероятно. Вадя, вообще не надо про это говорить, потому что мы отправляем все-таки какую-то энергию в космос, и я не хочу даже продумать. План небольшой. Какой? Если завтра закрывают Twitch. Ты пойдешь на свой мертвый канал на YouTube, да? Не, я пойду в крипту, и все. Да, как-то туда, типа, привет крипта, я пришел. Нет, я уже собираюсь, собираюсь, одевается, такой идет просто. Бля, жалко этот робот-стрим, бля. Он бы ебал завалил, ой. Так, этот, ты пойдешь в криптовалюту, да? Ну да. Это как? То есть ты, типа, криптомиллионер в будущем? Я не могу судить за будущее, я же не пророк, ебать, чтобы едить наперед. Ты вообще шаришь зло в криптовалюте? Да нихуя вообще. Ты скажи, что только деньги сбывать сумеешь выводить. Расскажи, сколько ты закупил крипту тогда? Где нахуй? Да сколько, на сколько? Да нет, он битки там жестко закупил, помню. Да ладно, есть одна история охуенная. В 2017-м биток был по 15, я купил на 3,5 тысячи долларов битка. Думаю, ебать сейчас, блядь, не стан, куплю себе. Понял, блядь, баба будет дохуя. Три года ждал, блядь, биток опять 15. Думаю, ладно, вывожу, похуй, вывожу. Думаю, биток 61, нахуй, блядь. Хотя история криптомиллионера. Вот они криптомиллионеры, нахуй. Я такой еле на 400 млн. Давайте теперь разобьем зол вопрос. Визиалтор закроет, куда реально пойдешь? Блядь, ну если так следить реально, ну типа, ну хуй, ну на YouTube, наверное, стримить пойду. Ну, блядь, ну я не знаю, куда я буду. На основе будешь стримить? Ну ты будешь стримить и снимать видосы? Нет, два канала, у меня есть два канала. Видосы я вообще сейчас не планирую снимать, потому что нету, ну не то чтобы желания. Не то, как бы, знаешь, блядь, я вообще в Винице живу. У меня даже оператора нет, который снимать. Ну я могу снимать один день из жизни злого, каждый день, блядь, я типа, хуй знаю. Типа, ты просыпаешься, идешь кайзик, засыпаешь, да? Ну да, только не 30 минут, как ты, а 2 часа, но в сути не меняет, понимаешь, типа, в целом. Ладно, что ты хотел сказать, блядь, ебаный сыр. Не, мне кажется, если бы я, я бы хотел на YouTube, не, извини. Говори. Что ты хотел сказать, блядь, с перебиванкой, ебаной? Я вспомнил, и это я тебе сказал, а, чтобы запомнить информацию, говори же. Я помню, помню. Я бы хотел на YouTube снимать эти влоги всякие, ну типа, не влоги, а какую-нибудь хуйню такую, типа, смешную. Ну, это для девочек, да? Нет, я давно, я давно хотел это делать, я больше, я давно покупил себе камеру, еще, наверное, в год. Да, я помню, кстати. Он говорил, хочу как Карамбэйби быть, я помню, ты говорил. Да, я хочу как Карамбэйби, я как Карамбэйби хочу снимать, как я покрасился, там, взбатерил брови, еще какую-то хуйню делал. Ну, мне нравится, типа, ебанинная, я там прыгнул, типа, с третьего этажа, сделал перекат, типа, подпрыгиваю. Здесь снимать паркур, блядь, снимать, куплю себе GoPro, сниму на голову, зацеплю и белую себя паркуру. Или побрею с на лысо, покрашу волосы. Рома, а ты что будешь делать? Да, пойду на YouTube. А почему YouTube? А почему все? Рома, Рома, а как ты будешь? Количество аудитории. Да, да, я имею в виду, самое крупное количество аудитории. Рома, а как ты будешь, типа... Контракты, например, если вам предложат... Соглашусь. Соглашусь. А если, например, ЛШПТ? Любой, типа, 50 рублей сейчас. Не соглашусь, но не на эксклюзив. Рома, Рома, а что будет, если, например, ЛШПТ, ля шоу по твичу? Ты будешь ля ЛШПЮ? Или как? Название будет ребрендинг, а название так вот твит закроется? А стоп, ты понял, да? Стоп, а есть-то одно уточнение? А, напомню, что ЛШПТ это не ля шоу по твичу было изначально, а по твиту. А, ну, а при чем тут твит? Ну, букв, букв-то меняется на ю. А при чем тут твиттер? Он предсказал свое будущее, и он в твиттер пойдет стримить, блядь. Бро, вот как раз до троева пойдешь, ЛШПТ, троева, блядь, все, ебать. И что, что YouTube не платит? Какая хуй разница? Ну, а почему на YouTube? Потому что, ну, там по правилам немножко по-другому. Но очень жесткие правила в плане авторского права, пиздец. Вот стримы просто сносить за минуту вот так, бам, нахуй, три месяца сидишь, блядь. Я просто когда-то уже стримил на YouTube, и самое хуевое, это когда ты ловишь какую-то тему, тебя не банят на семь дней, банят на сразу на тридцать, ой, на тридцать, на девяносто, хуя, блядь. И ты сидишь. Один банк. Нет, там три страйка надо поймать, ребят. Нет, так, по стримам, по стримам, по стримам, один страйк, пизда, все. Сейчас, по-моему, два страйка надо, чтобы тебе эти стримы не мог запустить. Если ты там, например, ты слушаешь музыку, которая подо Петти сразу на девяносто дней банит? Нет, нет, ты можешь удалить эту музыку из своего видоса и обжаловать страйк. Это делается быстрее. Мы про стримы именно, бро. Да, да, я говорю, ты прямо на стриме можешь обжаловать потом это. Да нет, там стримы ебашут сразу. Знаете, за что мне дали страйк? Я могу в Африке написать, не могу говорить. Первый мистерайк на YouTube. За песню Big Baby Tape. Не, не, самый первый мистерайк дали, сейчас я напишу. А если мы начнем стримы на твиче, получается, ой, на ютубе, то нам сейчас снимут партнерку и забанят, или как? А, или снимают партнерку. Нет, не забанят, снимут партнерку. Ну, у нас с Ромой нет. Да. Хочешь поднять бабла? Заходи на Апекс. Тебе на выбор предоставлены множество игр. Краш, слоты, кости, кейсы, минер. Эти иксы взорвут твою голову. Наши режимы дают нереальный профит, и это только вершина айсберга. Играй в свои любимые режимы, поднимай бабла и забирай плюсом турниры. Играй в игры и крути рулетку каждые 15 минут бесплатно. Получи бесплатный баланс с этим промокодом. И помни, кто не рискует, тот не выигрывает. Последние полгода в целом. Ладно. Мне кажется, кстати, ну, такие темы надо было обсуждать, когда если реально YouTube, например, забанил. Потому что YouTube, мне кажется, под более строгим надзором, и типа его хотят пиздануть. А если YouTube пизданут, то уже потом только Twitch. А если пизданут потом Twitch, то и на YouTube как бы не съебемся, по идее. Потому что YouTube уже... А, а вот каждый такой вопросик. А если бы Twitch забанили, например, только в России? А, так стоп, так его реально только в России забанить. Нет, это вопрос... Я бы оставался. А, понял, а, все, понял. Сначала вопрос был общий, типа, просто если уберут, бэм-бэм. Да, блядь, ответ три буквы, и все, погнали. Да, но все равно трафика намного меньше станет, мне кажется. На порядок. Напишите в чате плюс, кто бы, если забанили в России, сидел бы под... Ну, смотри, вот, например, въебали Инстаграм, когда въебали. Можно пользоваться VPN-ом, но я в Инстаграм не заходил месяца два уже. А я и так в Инстаграме не сидел. Я заходил, я захожу. Не знаю, меня вообще как-то плохо стало резко на Инстаграм. Ватя, тебе вебку надо скинуть, или как это работает? Мне просто кажется, что Twitch это такая более сплоченная аудитория. И челы слишком привыкли, мне кажется. Что Twitch это то, к чему очень сильно привыкают люди. Бля, я полностью согласен с Ромочком, мне кажется, я бы не смог вот так не смотреть стримы, как я смотрю и типа... Типа фотки в Инстаграме посмотреть, да похуй, где там кто сфоткасовалит. Торисы ебаные. Похуй, какую там рекламу Дмитрий Лик залил, типа, в Инстаграм. Хватит, я скину. Ром, ты вписи, что ты, которые одни сторисы, это пцксго, блядь. Так да, так я этот же... В Инстаграм-то че, я делал сторисы, когда мне только рекламу предлагали и все. Блин, салам, ебать, залетел в чат. Бать, я тебе скинул. Да, ща. Диман, а ты б че делал? Я не услышал вопроса, только пришел. Скажите вопрос. Че б делал, если б завтра заблокировали Twitch? Поехал бы в Китай, и оттуда бы стримил откуда-то с другого места. Ты на китайском стримил бы? Ну, потому что в Китае, мне кажется, очень много контента, и мне очень нравится Китай. Это ты после ТикТока... Нет, 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 просто... Нет, Иван, а если бы полностью, если бы полностью... Там не про это, там про то, что типа аудитория уйдет с Twitch, типа, если только в России забанят, типа, ты на какую аудиторию будешь стримить? На китайскую? Тут вопрос, я бы, наверное, попробовал сначала Twitch, если бы... А, в Китае Twitch под запретом пишут. Да, да. Ну, смотри, я бы как сделал? Если бы забанили Twitch полностью, я бы, например, поехал в какое-то другое место, где с него бы можно было стримить, и просто посмотрел бы, если бы ребята там... Где бы ты стримил? В Беларуси, блядь. На нем бы стримил. Так Twitch забанили, если бы полностью. В смысле, вообще нету Twitch? Да, да. Но если нету Twitch, были бы прекрасные альтернативы. Ты бы пошел в шкаф за веревкой, да? Нет, почему бы были бы альтернативы? Просто бы так не забанили... Стриптизер пошел бы, блядь, сто процентов. Не, я бы просто пошел на другую платформу. Я бы хотел работать в Искор. Я не представляю себя без стримов. Я не знаю, как бы я не стримил. Я вообще не знаю, что бы я делал. Ну, такая же хуйня у всех, я думаю. Не, кстати, Диман, а чем бы ты занимался, вот если бы не прокнула по стримам? Ну, вот если бы все вообще прям, вот ничего из рук вон плохо, все хуево, я бы пошел бы в банк работать, наверное. Ну, если вот так вот. Хотя я не знаю, образно говоря. Диман, стримы на банки, один шаг. Ну, я не верю, что так может произойти. Диман, ты рассказывал на стримах, как ты в банке обманывал людей? Я не обманывал людей вообще в банке. Я просто просился в АВА и все, нихуя не делал. Не, я же с физиками не работал. Я не мог обмануть тебя, с физиками не работал. Может, мы с математиками были тем более тем более? Я помню. Я что? А, я хотел вообще, я сдавал в ОГЭ, я сдавал в ОГЭ, я сдавал в ОГЭ, биологию, химию, и я хотел пойти учиться на хирурга. Жожа, ты хату купил новую, это зал прикольный, кстати, мне нравится. Рома, я тоже хотела пойти на врача. Я хотел... Я уверен, что... Бля, представьте, вот реально я врач, я ебень тупой, ну и Наташа довольно... Из тех, кто здесь сейчас, никто бы не смог стать врачом. Это 100%. Охуенная тема. Я понял, короче, где находится Жожа. Он, знаете, типа, есть такие дома, есть холл. Типа, ты заходишь, и там холл первый этаж, типа, он просто сидит в охранной, типа... С другой стороны. С него сидит охранник. Нет, я дверь за... Я во время стриматики... Это даже не холл, это холл. О, мэн. Я дверь припираю, чтобы не могли жители зайти, я просто стримлю два часа, а потом открываю, говорю, заходите, пацаны. Все, я отработал, блядь. А у меня такой вопрос, смотри, касательно нас, ладно. А вопрос чату. Чат, а если бы вот вы бы не смогли все, никого смотреть, заблочили бы возможность смотреть стримы, да? У всех. Что бы вы делали? Да нихуя не плохо. Нет, ребята, представьте, например, зрители, представьте, вы умерли, типа, как бы вы смотрели стримы. Не, ну что бы вы делали? Да мне кажется, Чат, вот много людей из вас, которые сейчас жить не могут. Вот реально, без шуток. Извини, меняй себе шуток, Егор. Ну, кстати, мне кажется, реально, вот если бы у меня был такой варик, ну, года четыре назад, я смотрел, типа, ютуб часто, и смотрел твич. Ну, сейчас я в ютубе вообще нихуя не могу нормального найти, там вся какая-то ступая, скучная хуйня. Твич оффм, блядь, и все. Что можно еще глянуть? Типа, какие-то влоги, шутка такой. У меня ролики информативные, типа, какого хуя планета круглая, почему трава зажима. Что вы делаете за компом, кроме как смотрите твич? Играете в какую-то игру, и все. Больше же вы ничего не делаете. Ну да, даже если играю, типа, на второй монитор, если у кого-то есть, типа, всегда обычно что-то кидаю и смотрю. Да, я вообще не могу, не могу играть в игры даже соло без какого-то чата. Я всегда чат чей-то выложил на втором мониторе. таких, как, типа, например, там Оля Фруктолоска, да? Я просто открываю их чат, да, чтобы у меня просто не чувствует себя. Бля, я уснул, брат. Ты чё, яблан, Маркуша? Ну ты, Марк, самый пунктуальный, как это так сказать, да? Я уже самый первый зашел, нахуй сюда. Блать, ты взял рекламу КТА-5РП? У Наташ на камере. Да. Да, блядь, ну Рома, ты меня каждый раз будешь поднимать. Рома, нахуй ты палишь. Мне нужны рефералы. Ты не можешь мне просто сказать, что, блин, Наташ, Наташ. Наташ, а ты куда бы пошла? Твоя баня. Нахуй. А, если бы забанили твич? Да. Тату делать. Ну ты знаешь, что я бы, что я бы делал. Бить, послала бы тебе. Бля, ты долбоёб, нахуй, никогда так не говори. Я всегда работаю на свой личный бренд, как и до стримов, так и... Какой у тебя личный бренд? Какой у тебя личный бренд? Какой у тебя личный бренд? Личный бренд, суха. Личный бренд, это моё лицо, братик. Моё взаимодействие с человеком. Короче, ты пошла работать кодскими утехами заниматься, да? Нет, какие утехи? Нет, ни в коем случае. Я говорю, когда я занималась стримами, я отлично продвигалась в свой личный бренд, своё лицо, когда я занималась татуировками. Все видели моё лицо и хотели ко мне на татуировки. Я делала татуировки. Я делала татуировки. Да, не получалось, но... Ребята, нам бомба. Я двигалась дальше. Вадя, ты его судьбой выбирал или как? На ощупь? На чумечку. Ну и всё. И сейчас я, ну, вполне не переживаю, потому что я уже... Встречайся пилоном, да. У него много денег. Бля, ты долбоёб? Ой-ой-ой, Роман. Господи, хватит. Это шутка, вы заебали. Бля, Ром, ебать ты, сука. Я тебе припомню, нахуй, долбоёб. Извини. Любя. Правильно, правильно. Вот я хотя бы любя, говорю, Ромчик. А ты, блядь, как будто со злостью. Так какое злостью? Ты чё, Ром? Ты мне не друг больше. Плюс чат-то хотел быть девушкой Вилона. Ладно, Наташ, какая коллаборация у тебя была с пятью озёрами? Ну, типа, это чисто обычная коллаборация? Типа, ты считаешь это смешным. Опа, ебать. Это информативный вопрос. Не, мне кажется, тот клип с пяти озёрами у Наташи, типа, он смешнее, чем все стримы злого вместе взяты, типа, на самом деле. Ребят, пять озёр! Наташа, она понимает, ей помогли ли мне. Это, типа, очень смешной, это очень был смешной клип. Очень смешной. Разорви ебала. Реально очень разорви ебала. Я никогда в жизни видел человек, который так бы восхищался водкой, типа. Не-не-не, сама скучалась. Наташа, рекламное лицо пяти озёр встанет, блядь. Моё лицо там бренд. Подожди, Наташа, 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 смотри, а ты тебя вот фоткали на Ивсан Лоран, да, ты сейчас стримишься. Представляешь, ты весь закрывает, у тебя фоткали на пять озёр. Ты бы согласилась? Ну, ты вообще, ну ты нам... А чё, Наташ, чё, я бы согласился. А чё, нет, это без шуток, это без шуток. А чё, какие шутки? Какие шутки? Нет, конечно, нет, типа нет, не хочу. В смысле? Вы... Я не хочу быть, типа, мемом. Наташа, она пачка сигарет. В моём кармане. Где, блядь, с бипотенцией или с кем? С туберкулёзом, блядь? Что? Реклама не саматикала. Это не выношенный ребёнок. Ага. Нет. Ну, типа, я не знаю, никто даже не понял смысла этого клипа, потому что он вырезан был из контекста. Просто вот, ну, типа, как будто бы я восхищаюсь водкой. Я не пила и выпила, хотя... Хотя она меня там застерегала, ты после этого клипа сказала, типа, не пейте никогда водку, и вылила её, да? Нет. Ребята, я против водки, я истребляю её. Я сидела на стриме, я сидела и стримила. Ко мне приходят друзья, у них был рюкзак с водкой. Он её открывает и достаёт, и я говорю, ебать, у тебя много... Нет, я не пила, я, блядь, сколько можно, я просто удивилась. Я не пила, я просто вливала в себя, ребята. Всё, короче, вы меня слушали, не хотите. Самый хуйный клип, это где в Ате, говорит, Наташ, ну ты чё паркуешься? Хоть на плестишь, что, блядь, расплезелся здесь, блядь. Она там вообще уничтожили в Ате, это клип, нахуй, легендарный, блядь. А чё я сделал? Ну там, Вадя допиздился конкретно, я считаю. Не, Вадя допиздился, согласна. На, Тунчик, ну ты чё паркуешься? Не пися, блядь, тебе здесь, нахуй. Тварь, шо, блядь. Ну, он допиздился. Это такой... Рафлан, это чисто. А чё я сделал-то? А чё сказал-то? Я так охуел тогда, это просто пиздесса, охуя. Это такое ебало смешное было. Он, причём, ладно, мы заехали на парковку, там парковка. Ты знак не увидел, ты знак не увидел. Тихо, я не хочу на рулю больше, в пизду, блядь. Садись за руль, поехали домой, блядь. Так чё, Наташ, какого бренда лицом ты хочешь быть? Я не понял, чё. Ну, каким брендом? Я бы хотел лагандонов быть. Ты сказал твоё лицо на кончике резинки прям. Ну, это не прям в прямом смысле, Ром, как ты думаешь. С самого начала, когда люди рождаются, он и есть бренд, понимаешь? Просто кто-то продвигает его, а кто-то не продвигает. Понимаешь? Кто-то актёр, кто-то актриса, кто-то там курьер. А ты? Стример. Нет. Смотри, если бы вот всё пошло максимально хуёво, единственное, что остаётся, это идти в порно сниматься. Ты бы снялась? Зная, что твой фильм соберёт кучу просмотров и будет популярный. Снимала бы со мной порно на порнохаб? Они бы по-любому набирали порнохаб. Да, и вот у вас остаётся свадь, и нужно снимать только порнохаб. Only fans. Нормальная тема, кстати. Нет, порнуха прям на порнохаб. Да, именно порно. Но вы знаете, что оно будет успешно, потому что вы известны и так далее. Но надо снять порно. Вот вы бы сняли? Ликс, а ты бы и участвовал? Да, вообще нет. Ну, не с Наташей, а с кем-то ещё, естественно. Ватя, дай сайт, где смотреть на всех. На фриках. На фриках. Ой, бля. Чё-то проснуться не могу. Ну, типа я сначала так подумал, а потом... Не. Проблема в Ваде? Нет. Во всём. Я думаю на перспективу. Перспектива, кстати, нормально. Это разъёбная перспектива. Это ёбнутая перспектива. Нет, я не хочу, чтобы мои дети вот так вот зашли в интернет и ему кидали, потом, типа, и ржали на днем огнобили. Лучше пускай мои дети смотрят фильмы со мной, чем с кем-то другим. Чё, чё, Вать? Ну, не знаю. По факту. Так у нас уже есть. Ну да, ну а чтобы его выкладывать? Так есть выложено, просто никто не нашёл ещё. Не, без рофла. Мы в масках, короче, аноним. Вот это тупая улыбка Ромы, когда он... Да, я просто стесняюсь, потому что об этом сейчас все узнали, типа. Короче, если вы найдёте порнуху с масками и анонимусов, то мы с Дашей. Роман из членов так же, как и с подбородком. Там на Дашей на тебе была маска, и там был пришёл член, который начал доживаться. Ладно, тебе жить пять лет, ты осталась максимально. Ладно, Вадим, какие темы ещё у тебя там есть? Ну, я не ответила. Зоя, ты бы в порнухе снимался какой-то там пиратской, капитан Крюк, там вот это всё? Вадим, мне кажется, я бы нормально в порнухе си чувствовал. Комфортно, уверенно. Пуч кангает мид лину. Капитан Банан. Я бы пуч кангает мид. А зачем ты за мной повторился? Да, я не услышал просто. Вадим, а он думает, нихуя, я сейчас придумал. Лина, есть дота порно? Мне кажется, злой бы... Есть, есть, в любом. Есть, есть. Я бы, кажется, злой бы закидывал плюхи. Злой бы снимал порно с этими, знаете, делал краш-тесты, блядь, и порно всякой хуйни для мастурбации. Типа, он просто... Потому что он никого в моем не смог бы... Да, да, какие-то эксперименты. Нет, у меня кочевное порно. Я бы эту по улице ловил малышек и снимал, и так. Кочевное порно. Я знаю, такое порно. Кочевное порно. Да. Это новая категория какая-то? Да, кочующий ёбарик. Вот, кстати, заебись, заебись вопрос, заебись вопрос, вот этот вот. Я пятый, короче, стримул, потому что мне кажется, что это могут расспортить. А где вопросы, брат? Вопрос шестой. Когда, то есть сейчас был первый, и уже шестой. Когда стримеры начнут брать больше белой рекламы, что важнее, деньги или репутация? Когда она появится, блядь. Ну, во-первых, её не так много. Во-вторых, они очень странно. Почему Наташа на все вопросы отвечает, блядь? Некоторые... Она на бренда работает. Она их и составляла по ходу, чтобы ответить. А что, мне нужно ли отвечать или что? Отвечать, отвечать. Наташа просто как опытный бренд говорит. Всё, да отвечай, Натусик, все молчат. Я не буду отвечать. Всё, отвечает Маргу Камоле, блядь. Почему нет белой бренды, ну вот Наташа. Блядь, нахуй ты так сказала? Это как в школе, сука. Училка скажет, отвечает Маргу Камоле. Рыдкая волна стресса по тебе проходит, блядь. Не, давай, Марк, отвечай по белой рекламе. Ну, мне кажется, потому что реально очень мало брендов. Какой там вопрос про деньги был? Да что ты, что ты за мной повторяешься? Ебаник. Важнее деньги или репутация? Проходит. Ну, давайте будем часы... Каких пор у нас есть, вытянутся репутацию, блядь. Кто скажет, что важнее репутация, тот ебаный лицемер и пиздобол. Конечно, важны бабки всем в этом мире. Не, я просто не... Не, Марк, не соглашусь. У нас... Да ладно, Диман, ты, блядь... Не, по Диману я могу сказать, что он точно не согласится. Диман, тебе два рекламных ноута прислали, которые ты продал за деньги, чтобы все в карман положить, блядь, поэтому не надо. Мы ездили, блядь, а ты... Я не продавал их, у меня не лежат просто в другой комнате. Покажи, покажи. Я не могу сейчас сказать. Мы ездили в Турцию, а он прессики рекламы не поехал с нами, блядь. О-о-он. Не, screwdriver же про репутацию говорим. Ты че пиздеть, всем важны бабки, ну это мир, это жизнь. Не, а в смысле, я не беру рекламу с мыслью, типа, ой, я щас наёбаю кого-то. У каждого типа разные какие-то ступеньки, репутации, что такое. Речь не о наебалове, а о заработке идет Типа, что ж, не репутация, либо деньги Ну, в России, да Очень много брендов крупных Зарубежных ушло, типа, с рынка, это факт Надо же стримеры что-то жить Стримеры не могут жить на донаты, блять Покажите хоть одного, кто на донатах живет Я скажу вам так, что у нас, например, типа Да, со злым, у нас нет возможности Брать ни одну белую рекламу Вообще Так это сейчас Ну, я думаю, и в будущем В общем, говорят В общем, говорят Возможно, тоже Хуй знают, как это все Короче, это уже другая тема, но Мы же говорим за сейчас Так, нет, я думаю, мы в общем говорим Сейчас-то понятно, что белые Сейчас можно ответить, белая реклама сейчас нет Типа, все Ну и плюс, белая реклама же не всех берут Это факт А, скажу так Если Брайт Шадоу Леджендс каждый месяц заходили на Твич Я думаю, мы бы и не нуждались в рекламе Давайте будем читать Очень бы хотелось, на самом деле, чтобы было больше реклам игр Но, к сожалению, сейчас, из-за того, что, допустим, у Стима очень много, ну, не позволяет даже купить каких-то игр, да? Таких предложений Не знаю, я лучше постримлю что-то, что нравится мне и зрителям Потом сделаю 20 минут интеграции, чем буду какую-то душную хуйню 2 часа играть Почему есть нормальные игры, Ромчик, не обязательно душную Ну, хорошо, давай Диман так Давай Диман так Не, кстати, я согласен с Ромчиком Типа, может, многие со мной не согласны Но, честно, для меня, типа На данный момент даже лучше постримить Казик, чем Иви Онлайн Ну, типа, без шуток Вот только хотел сказать проигрываю Я же сам рекламывал Диман стримил Иви Онлайн, мне его жалко Это самое, немножко не так Я говорю, у вас есть выбор, вы можете выбирать разные игры Нет, ну, единственное Нет, Диман, просто мне миллион, не знаю, предложений Типа, приходило по играм Единственная, наверное, игра, которую выбрал, это Нарака Потому что она реально интересная была Ну, бля, Нарака прикольная была Нарака, вот Нарака пиздатая была До момента Потому что просто там дохуя дают и все Ну, еще не стоит забывать то, что у белых брендов там, блядь, вот такое-то за нахуй Ты должен еще, блядь, одну рекламу делать месяц А, например, за половину этих денег можно сделать три интеграции, нахуй Может, мы еще вспомним белую рекламу, которые еще и наебу Да, кстати, есть белые бренды, которые деньги еще не выплачивают До сих пор, блядь, не выплатили Ты делаешь, они тебе по одному пункту снимают просто часть Кстати, у меня так с Наракой было, но там решили типа бум-бум-бэм-бэм Знаете, знаете, за что меня выебали в Нараке, чтобы вы понимали Я специально готовился к своему стриму и задрачивал персонажа, чтобы на стриме играть хорошо И они мне написали, что ты поиграл не на всех персонажах, которых там написано, поняли? Ну вот, это да, это огромная проблема белых брендов, то, что они душ-то не заебывают То есть они тебя ущемляют на стриме, реально ущемляют То есть нельзя материться, нельзя другие игры, блядь, называть и так далее, и так далее Это прям очень... Давайте еще вспомним... Нараке компанию нельзя называть, блядь Рекламную компанию Five вспомним, которую я через Винстрайк закупали и как стримеры всех наупали на деньги Это вообще обезьянно Охуенная реклама жвачки Кому тут должны Винстрайк и деньги, блядь, поднимите руку Но мне за шампунь должны Мне нет Но я сказал Head & Shoulder случайно, тут и я проебался Пожалуйста, вы, наверное, некоторые из твоих контрактов не считаете, но, пожалуйста, если вы работаете здесь с белыми брендами, пожалуйста, не отзывайтесь именно как-то о них Потому что вы, возможно, не видели такую строку, как конфиденциальность, где могут вас преследовать потом штрафные санкции, ребята, осторожнее, пожалуйста Так мы... Мы ничего такого не говорим же Да сколько там уже санкций этих, блядь Стой, я еще и Марку санкций от не вею, и все, и пиздец Не, Наташа, как представитель бренды, голову мыть не смогу Не, Наташа, ссори, типа, они не выпут... В течение пяти лет нельзя было вообще ничего говорить про этот бренд Такое у меня плохо, у меня уже три года прошло, как мне не выплатили за компанию, я уже могу все распространять Не, мне сраки выплатили деньги, я ибо еще молчать должен Да пошли вы нахуй, компания говна ебанова Сегласен Ну, по документам юридические, типа, если они пойдут в суд условно, они, типа, просто засунули Они мне выплатят деньги, которые они мне не выплатили, блядь А там же судится сейчас, нет? Это же, прям, много кого там не выплатили Ну, это Адаш, Ромчик, за штраф столько же Нет, ну... Они судятся, да, но они должники просто, и все И все, что, у них три года, это все они платят, сколько там? Похуйне, блядь У них там очень много миллионов, типа, я насколько понимаю Нет, я работал с многими, типа, брендами белыми, и, типа, кто заебись, типа, про того ничего не буду говорить, все, заебись Кстати, еще, знаете, очень многие думают по поводу казика, что это так просто взять казик Вы бы знали, насколько сложно взять казино, это просто пиздец Ну, то есть, типа, многие стримеры, которые стримят казик, они стримят казик, прям, ну, типа, за маленькие суммы И при этом еще и проебывают И вы должны понимать, что казик, это еще и яма для самого стримера Ну, то есть, вы можете посмотреть на несколько, да, типа, людей, у которых просто, просто, жесткий тильт с этим казиком То есть, есть люди, которые, типа, делают только на стриме, и на этом только зарабатывают А есть люди, которые в это входят, и там живут, нахуй Типа, это же просто пиздец Я могу сказать, что, вот, мне, допустим, заплатило казино 100% денег, да? Сколько? И я уже 70 из них въебал в казик На этот расчет, кстати, тоже идет отчасти Да, в этом-то и прикол Я вам скажу так Очень часто на некоторых стримеров казино получает полностью бесплатную рекламу Полностью Иногда, да Например, Станислав Девятый, который месяц просто так закручил, влядь Нет, почему? Злой тоже Злой такой же любитель Мы сидим с ним, у него стрим через 2 часа Чтобы вы понимали, он за 2 часа проебался бабки Перед стримом, просто вот За 2 часа до стрима проебался бабки Бывает такое, да Так он сам виноват в этом, это... Да, понятно дело Да, но я просто говорю, что это такая страшная тема Например, да, то, что с кейсами, вот эта вся хуйня Там такой темы не было Там типа поебать Тебе дали на стрим, типа открывал там и все А вот казик, он тебя, сука, прям жрет нахуй Это пассивный навык казино Ну да, платят хорошо, но ты можешь даже этих денег потом не увидеть за 10 стримов Типа, блядь, потому что, ну, типа Ты сам подсаживаешься, это азарт Это лутка И это, блядь, жестко Да, и злой депл свои деньги уже, чтобы, типа Короче, мы можем сказать так У злого взяли рекламу, когда я был у злого И он не заработал ни копейки с этой рекламы Слушай, на самом деле это проблема лудиков Да, 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 так я и не говорю Я и говорю, что, типа, просто бывает такая ситуация Со всеми можно Видите казик, нахуй, чел пришел Потому что денег нету, нахуй расплатиться, сука А вы знаете, что этот чел пошел бонуски выбивать на следующий стрим Не, я ему говорю, казино Я когда слышу, типа, от ребят, там Бля, вот надо отмазать, там, пару, типа, сотен Типа, все, это уже, все, это уже пиздец Сам пиздец, когда, да, реально переходишь уже на этот сленг, блядь Замазка, отмазка, там, пошел Я захожу, я захожу к плохому парню Он говорит, типа, да я за ночь, типа, въебал там 20 тысяч Типа, даже если сейчас, вот, я выиграл 7 Типа, мне надо еще отмыть, типа, 13 Ебать, я все же думаю, ебать, это же пиздец вообще Сколько, сколько плохой парень в минусе? Если я не ошибаюсь, я слышал Я слышал на стриме, что он минусе 120 тысяч долларов, я слышал на стриме Сколько, блядь Чуть больше Ну, у меня этот По 50 тысяч У меня, пля, хуйня из-за моего, из-за моих стримов, типа, где еблан Ну, я всегда еблан А, меня, приори, хотят белые бренды брать Потому что мне со мной там общались, говорили Я не смотрю на денты, потому что я не закладываю Мне поперебивать Под дымовую Прости, Сереж Давай, Сереж Если, 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 чтобы, если, что, чтобы меня заплатит, то я, конечно же, извинись Извини, ну, еще, типа, что, хочу, хотят сказать У меня всегда была только такая реклама, это брать шадоу леджинс было И все А больше ничего такого у меня не было Я принял из злохов Ну, нет, реально, есть бренды, которые вот так как-то хаотичные, как-то странно берут Или просто обращают внимание очень на поведение стримеры Ладно, хотите, расскажу Один бренд взял у меня рекламу Не буду говорить, какую, просто, чтобы так Ноут про рекламу Дядь, они хотели, чтобы я запустил стрим на 5 минут Показал им видео просто на стриме И выключил стрим Я месяц, мы месяц согласовывали контракт Месяц я ебался Я уже две недели ебался Потом сказал, заберите нахуй его Они его забрали Через неделю опять привезли Мы опять две недели вот это ебались, ебались, ебались И потом, наконец, получилось Месяц, блять, я так ебался с ними Вы можете полчаса постримить, включить видео Выключить стрим и продолжить дальше свой стрим А ты не через агенты делал Это очень странное условие, я такой первый раз Хорошо заплатили, блять Хорошо заплатили, тогда их правила и диктовали Артур, как правило, это, скорее всего, не опытный менеджер Который это придумал И который не понимает, в этом них Чел, наверное, думал, что это как на ютюбе оставил У тебя просмотры идут, вот и все Можно, знаете, еще что вспомнить? Можно вспомнить такой бренд, как Logitech Чтобы вы понимали, это настолько гениальный бренд Который тебе высылает все, что ты хочешь Когда хочешь Кому угодно И при этом это работает всегда, нахуй, понимаете? Они очень грамотно выстраивают Я вам говорю, я пишу, я пишу в Logitech Говорю, ребят, типа, можете отправить наушники Типа, моему другу, типа, бисексу Паше? Они говорят, да Он через два дня получает наушники, чтобы вы понимали Чтобы понимали, чат, они не просят рекламировать Они не просят ничего Просто Поймите, это так охуенно Это так охуенно Ебать, их реально хочется рекламить Потому что они тебе все делают бесплатно Все тебе отвечают И, типа, я спросил по поводу баннера Когда мне очень много всего заслали Очень много всего Я говорю, типа, надо что-то там поставить? Они говорят, нет, типа, конечно, нет Типа, ничего не заставило Просто пользуйся на стриме, говорят И все Смотрите, у него пластырь на наушниках По поводу Logitech, типа, удобность Да, типа, я сам пользуюсь наушниками, мышкой Но, например, у меня одна мышка просто улетела из-за того, что она начала дабл-кликать И у моего друга Да, это такое И еще одно Типа, сори, мышка за 13 тысяч Начинает дабл-кликать Но! И можно написать, якобы они вернут Но друг написал, ему нихуя не вернули И его заигнорили А у меня шесть человек А у меня шесть человек, если что, хуйсосов Сразу скажу, хуйсосов В них и Паша Бистикс тоже И Поппи Бо Они, если что, просто подделывали видео Что мышка дабл-кликает Они им отправляли новую мышку Они эту мышку относили обратно Получали деньги Поэтому Нет, я говорю именно конкретно Я не знаю, как у тебя так случилось У меня всем хуйсосам Которые вот эту тему делали Им всем отправили новую мышку И они пошли вернуть Лучше так легко, легко, да Лучше так легко по гарантии возвращать Зря ты это сказал на стриме, Вадим, на самом деле Да похуй мне вообще, ебать Пусть знают, нахуй Козлы, ебаные У меня еще, короче, проблема была с Клавой Типа что, просто, блядь То не зажимается, то зажимается В какой-то ненужный момент Кашель в новой кушке Ну это мне кажется Ром, 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 сделай вот так У меня там пиздец, кстати О, я, нет Крошкой Не, я Клаву еще поменял Бактерия Нет, мне похуй Вы можете считать что угодно Можно написать всегда мне Когда у вас есть мой контакт И я вам просто бесплатно Отправлю эту вещь, понимаете Чат, пишите Я типа, я типа пообщался Ну ладно, там типа есть темы Эти темы все решились Но я просто говорю к тому Что это поступок для меня Типа хуевый Потому что я с этим брендом Общаюсь очень близко И можно меня просто попросить Я попрошу у них Бесплатно вам вещь Все Типа, очень просто Нет, вам всем я не отправлю Вармила, блядь, такая имбалюта Такая удобная Ну, хозяева Вармила, вармила хорошая глава Но у вармилы есть такая типа тема Не знаю, она что-то, как-то, не знаю Меня заебало лично вармила Вот у меня была вармила Я тоже была вармила И первый разъебал молотком Спасибо Наташе огромное, блядь Когда-то в двадцатом году А вторую я не А вторая у меня залипала Я ее тоже разъебал ногами Я не могу вам всем отправить Бесплатно Лоджитек А какое тебе задание давало? Вадю, через В Я не могу Я только купил эту главу Точно, блядь Не могу Я за, я такой лох У меня У меня даже было тварик заказать Типа, чтобы не логи-тэш провели Я пользуюсь такое Пусть я не понимаю Хайпа клавиатура Это у меня такая розовая, красивая Нихуяйся Нет, не переживайте Мы все проблемы решили Урегулировали все Что было Просто все равно Я считаю, что это неправильно Типа, бэм-бэм, бум-бум Поняли? Напишите, да, просто и все Я никогда ничего по мартеру вроде не брал Типа, издевайся Я брал, нах А, знаете, есть какие Есть такие Кресла, точно, ебать, кресла Есть такие бренды, как, например, Хатор У которых я попросил два кресла Чтобы вы понимали Наташе Наташе и мне Они говорят, типа Поставьте баннер Надо было поставить баннер на два месяца За кресло, чтобы вы понимали Нужно было поставить баннер под стримом И баннер на экране Я говорю, типа Ребята У вас написано Ну Тысяч двадцать пять рублей То есть, понял? Не, больше, больше Вот те, которые мы просили Они вообще Нет, не важно Не важно, не важно Просто я говорю Прикол в том, что я с ним говорю Я говорю, смотри У тебя в описании написано Что если восемьсот плюс онлайна То это, типа, месяц всего Нужно там держать баннер, например И под стримом Говорю, а если, типа, больше онлайна Я ему пишу, типа, что у меня средний был На тот момент Средний был сорок Но меня тогда забанил Он же Он отвечает Так ты же забанил вроде Я говорю, так что У меня на ютубе все равно Средний, типа, тридцать восемь Он, типа, говорит У нас, типа У нас такие, типа, правила Я, короче, когда еще не стримил Я работал, не знаю Полтора месяца Чтобы купить игровое кресло Типа, вот, все советовали Хатор Типа, хороший этот бренд Кресло стоило чуть дешевле, наверное Чем DX Racer Вот это дефолтное На копейке там, пиздец Да И я купил это кресло Ну, вроде, первое время нормально Просто через месяц Все, кресло в говне Начинает опускаться Ебайте Я как будто сажусь на горке Съезжаю вниз Спинка Спинка просто как будто Деревянная, ебать, становится Бля, Рома на этом подкасте Засрал все бренды Все, все Я соглашусь Я соглашусь с Ромой Типа, я не буду хуесосить Хатор Мне, типа, похуй У них, типа, нормальные Более-менее кресла Но Хатор Было первым креслом Которое у меня Ручки начали Обдираться То есть у меня, типа, кресло Которое находится в Киеве Я всегда Поднимаю Свои, типа 845 килограмм Вот так я поднимаю Я закидываю ноги Типа, поняли? И сажусь вот так вот Типа, ногами Закидываюсь как-то И вот тут оно все Пооблазило При этом я сидел на других Рислах То есть, типа, других фирм И у меня никогда Такого не было И только вот на которой Такая тема Если вы говорите еще про бренды Хочу сказать спасибо еще Хайпер Иксам Которые тоже, кстати, просто Звонишь И не просто дают Нахуй, все, что хочешь Я всю свою деревню Всем пацанам Садиваю Садиваю Это кто? Хайпер Икс Хайпер Икс, кстати, да Хайпер Икс тоже выдают Ну, знаешь Это у кого как Мы тоже попросили Огромную посылку Типа, девайсов Мне прислали Наушники, капельки И коврик для мышки И все, блядь Ну, это скорее всего Не их проеба Агентство Я не буду говорить Что это за агентство Но все равно На халяву, блядь На халяву Вообще вы ебут Я всем пацанам С деревни Мне всех Хайпер Икса По лагину завез Туда-сюда Ебать Вы вообще красавчики Я ебал-то, Люсик Не, да Причем очень жертв Причем Знаете, вот типа Вот эти два бренда Вот Кайпер Икс Типа и Леджи Тек Они типа Отправляют все То есть Типа, знаете Не, да Ебать, мы так долго Это обсуждаем Хотя, блядь Это Мы рассказываем Как отправляют нам Потому что мы стримеры Очевидно, что Обычным людям Это не вышло Не, понятное дело Понятное дело Просто Я вам скажу так Я вам скажу так Что на нас Многие забивают хуй Когда даже вещь стоит Тысячу рублей Понимаете Ну вот посмотрите С креслом Кресло стоит 30 тысяч У меня хотят купить Месяц интеграции То есть Мне нужно вывезти тут Хатор Внизу под стримом Написать Хатор И типа Я такой Ну типа ладно Да, нет Такие же условия Как у Хатор Я помню Были может быть Какой-то период У Каугаров То, что они просили Размещение баннера Тоже на два месяца Или еще такое Но какой-то стул И который делают И в России Гаечка, спасибо за рейд Была такая же хуйня Жожа, гаечка за рейд Че скажешь Это все реально выглядит Как будто Я задумываюсь Как будто такая реклама Чисто Что мы восстали Нативка, ебать Да, и челы сейчас А челы такие сидят Бля, ну мне не высылают Бесплатно Нахуя мне эта информация Бля, реально Нативка была бы жесткая Сейчас ты промокод Котор начал кидать Не, мне Да, кстати У меня есть промокод На DXRace Реально А я не могу Я не могу сотрудничать Ни с каким особо Сейчас брендом Так что Типа Все примерно Более-менее Бум-бум Да, давайте Другой вопрос Тебе надо было Близ, какой-то вайт составить И каждому по бренду Задать вопрос один Давай другую Водочку Я немножечил Кайф А как вам вопрос Блядь Ну это ж вообще Пиздец Седьмой вопрос Кто это, блядь, писал Вообще нахуй Седьмой вопрос Читаю Насколько сильно Изменилась жизнь После разоблачения На Никоглая Кого? Это кому вопрос, блядь Это к Никоглаю? Или ковлаю? А дальше 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 Следующий вопрос Прямо вот В то же Седьмой Кто может быть Следующим после него? Короче, ладно Отсадишь Ну примерно На три тысячи Зрителей Среднего онлайна Изменилась И все И на спортников Рядом с домом Ну, блядь Ну, блядь Кто следующий роман? Не, в плане заработка Вообще ничего не поменялось На самом деле В плане заработка Нет, не посылайте Гаечку Ром, кто следующий? Ты Сейчас За что? За вопросы хуевые О, кстати А вот это пиздатый вопрос Подожди, подожди От хуесос Кто? За что? Кто-то его стер А, нет, не стер Добавил Офтоп из чата Не Неопознанный лемур Пишет Сейчас, подождите Тут печатает Можно его опознать сначала? Просят обсудить Последние баны На твиче А какие были? Это то, что у фруктовских Сегодня зрители банят Да, то, что ютеров банят За хейтспейк-шип Короче Твич обратил внимание Вот в последнее время Именно на сообщения в чате И Какие-то там высказания Что такое Байты Мне кажется, не только политические А еще какие-то там Насильницкие Или как это сказать И сегодня фруктовские Кого-то забанили за фразу Вот Соскали Милана трека И все просто начали писать Ну Чел скинул причину Сказал Вот меня забанили За вот эту строчку И Все начали Писать эту строчку В чате И их тоже Начало банить Типа Первого чела жалко На остальных Похуй Абсолютно поебать Ну типа Мы твою ситуацию Даже обсуждать не будем Нет Попиво Это вообще Ебанутая Че он сделал? Не Подождите Подождите Ну так Так это же наверное нормально Ну типа Нет О, Ватю У тебя сейчас онлайн уменьшится Примерно на 20 тысяч Не Просто Всем это Должно уже понятно Мне кажется Мне кажется С какой-то стороны Это правильно Потому что Ну вот эта хуйня Эти банны Они хуевые Но это показ то Что типа Начали сидеть за юзерем Потому что Ну много даже у Вади В чате было За последнее время Какой-то странный Хуйня Это люди начинали Выписывать Еще что-то И это Раньше как-то спускалось Потому что Человек мог зайти Написать запретку Либо что-то сказать Ему ничего не происходило И за это всегда Отвечал стример А кто вот это сейчас Пишет в доке Нахуй Кто вот это еще Доке пишет Скажите мне В НП Пожалуйста Вот это Хуй соус Который ты написал Мне кстати кажется Это реально Показательные баны Были Типа Ребят Вот Мы так можем Лучше вам Ну хуйню Не писать в чат Ну кстати Мне тоже как-то Ну этот менеджер Твича тоже написал О том что Вот я нарушаю Правила Твича Написав Вот одно предложение В чате Кое-какое Я обвинила Короче Я была На стриме У какого-то Твич-партнера Неважно какого И просто написала Фразочку В чате То бишь Он нарушает Сам стример Нарушает правила Твича И вот этим словом Его назвала И Твич подумал так Что как будто бы Не он нарушает А я И написал мне И короче сказали Что вот Если ты будешь продолжать Так писать То Ну типа Нихоя не понял А ситуация Которая была У Пчелкина Ну хватит заебал Завалированно Сказать Чтоб так не делали Я пошел отсюда Нет Я вам правда говорю Что там Пчелкину передать Вот очко ставлю Нахуй Сидим в дискорде Залетает какой-то черт Я вам серьезно говорю Просто А так и было Просто пиздец Какой-то чел У него очень похож голос Был на моего знакомого Одного Братишку Нахуй Да Моего дружбана Кореша моего Ебать Что минус очко Это пиздец просто ситуация И че И че сказал этот черт И как ляпнул Хуйню Пиздец А на какую букву-то Вот я даже не помню Так прикинь Этот недоброжелатель Вадима хотел подставить Типа говорит Вадим передал Вадим передал Я просто вахуй Я просто вахуй был Заебал курить Ладно Он слышит нас Вот это прикольная тема Про бэм-бэм Бум-бум Как говорится Это интересная тема Спросите у Дмитрия Алекса Потому что Не факт Что это для него Как бы типа Бум-бум-бум Смотри Какие у вас планы На ближайшие 5 лет Диман Давай начнем с тебя Выжить Хотите ли вы Завести детей Я хочу выйти Из минуса В акциях И какие амбиции Диман Это ближайшие 20 лет Диман За 5 лет Что в твоих стримах Поменяется Я буду Левелом фейситься Когда-нибудь Да слушай Поменяется Может быть Контент станет Более живым В плане ИРЛ Я хочу Я все-таки хочу Хочу Катью ИРЛ контент И хотелось Это сделать давно В плане Зарубежных Всяких стримов Но сейчас Видишь какая ситуация И конечно Это снова откладывается Вот А как только будет возможность Я бы с удовольствием Стримил из разных стран Разных городов Диман Если в твичей категорию В твичей категорию Стриптиз ведут Ты пойдешь на гороху Да легко Вообще Да я говорю Вот кстати Когда говорили по поводу Категории 18 А еще Скорее всего Буду добавлять коллабы Ну не знаю Вот зарубежным Вот сегодня была коллаб Прикольная мне понравилась Я бы расширял Так сказать Как бы это Короче ты С QC хочешь Добраться Разными людьми Пробовал коллабиться Просто интересно Да всегда интересно Когда новый человек Вот А так Вот когда категорию говорили Что добавят 18 Плюс Не знаю Я говорю Я не против этой категории Вот Мне вообще по кайфу было бы Я бы что-нибудь даже придумал Там бы в этой категории Например Да что Ну в рамках возможности Этой категории Ярлс могила Не Зорожа Зорожа Что ты будешь делать Через 5 лет Кем ты себя видишь Тиктокером на OnlyFans Не я не знаю Я просто Ну у меня есть как бы Идея в голове И всякая такая хуйня Но я не люблю Об этом говорить Потому что Если у меня что-то будет Что-то я сделаю А вдруг я передумаю А вдруг я сделаю Что-то не то По итогу Как получится Так и получится Ну блять И что Может быть А как ты думаешь По поводу Миллиона онлайнов Никогла Ну скоро в процессе Ребята Вы знаете Что у меня был опыт Но как бы Я не хочу Встретиться с этим опытом Ты нюхаешь? Нет Я рисую Я хочу стать Я хочу стать Да А ты что 5 лет 5 лет Как у меня Ну я думаю 5 лет прошло Я Вот я уверен в том Что Возможно Я так и останусь Без девочки Может и она и будет Но хуй с ним Но хотелось бы Конечно Чтобы была Через 5 лет Да Там дети какие-то Свой дом У меня будет точно Может съемный дом Может дом у девушки Может я буду Альфонсом Ну я так Немножко похож на него Спасибо И Дима такой Блять У меня же Великое желание Вот Не то чтобы я Списил идею у Димы Но я Хочу тоже Путешествовать Ужасно Мы ее вместе Можем делать Да Мы будем ездить Вот так С этими Палками Ходить О смотри Нихуя себе Зарубежные блюда Не я с вами Друзья Зарубежная Стрепуха Да Туда Да Не ну а че Посмотреть мир Это прикольно Я хочу путешествовать Как тварь Я хочу посетить Минюм 50 стран Один раз живем Кому-то не так долго осталось Вот мне 35 Сколько там Вот 5 лет мне Рома отчитал Вот надо успеть Ебать Диман Через 5 лет 40-й досик будет Диман А ты бы хотел Чтоб твои похороны Стримили Да Я бы вообще Хотел нормальный Ирл забабахать Диман Какого ты Разъебаться Да Ты забабахаешь Конечно Таких Не было Я бы сделал Отвечаю Но только надо Организатор Чтобы помог Я хочу Ирл срод Дома Когда моя малая Рожает И я сижу Такой Ебать Какого с нами Типа общаться Ну да Диман Вот например У нас с тобой разница 13 лет Ты чувствуешь Мне не 35 лет Ромчик Я в душе У меня Восьмой Вот у меня Так же как в КС У меня Первый левел Так же у меня И здесь Считай Первый левел Психологически Не на психологически В любом случае У тебя интерес Тоже другие По идее Я больше Косов времени Провожу с вами Ну во вторых У меня же тоже Есть друзья Которые Ирл Которые там Мои ровесники Ну то есть У меня баланс От нас Слушай Да Ну в том плане Что они Они не шарят В компьютерах А что ты делаешь Диман Что ты делаешь Со своими ровесниками Как ты с ними Время проводишь Кроме стрипухи Слушай честно Не мы Честно Мы никуда Больше не ходим Хорошо У меня есть один друг С которым я В стрипуху хожу Это просто Тусим где-то А вот второй друг Просто встречаемся Надо там пообщаться На какие-то такие темы Там Чаек попить Не знаю Ну Кодян Я уже не курю Вот Ну просто общаемся Не знаю Я баночки ставлю Верим Банку дал Диман? Честно Что? Кидал палку? Нет Банку дал? Я банки не ставил Не поставил Да Баночку? Да В общем мне абсолютно Комфортно Я же такой Я гибкий человек Не знаю У меня нет Что такого Мне почему-то кажется Что За пять лет Вообще ничего не произойдет Такого типа Прям Ну Слушай мне кажется Может еще какой-то высер будет И все Что-то хуже будет Что К чему-то плохому Все идет Вадим Как не произойдет Включи свои стримы Два года назад Какая-то там ебанина происходила И посмотри нынешнее Что сейчас происходит Шоу не шоу Контент Качество стримов улучшается Именно Вебки Там лучше становится Какие-то Разговоры другие Ну Повключи Любое видео Я думаю Что меняться Контент Будет Меняться будет Контент Но контент Это же такое Как знаете Все новое Хорошо забытое Старое Вот Омонг Все забыли Фуяк Омонг Играют Так же и тут Будет меняться Начнем В Элиса Играть Я не знаю Снова Потом еще что-то Будет просто Меняться контент Мне кажется Кажется В сторону Ирела Будет уходить Больше Диман Ты кстати Так говоришь Постоянно Вот мы Собирали Всегда Подкасты И ты всегда говорил Что тебе кажется Что скоро Все будет уходить В РЛ тематику Просто это процесс Не прям Бышный Хочется Знаешь Всегда хочется Чтобы сразу было Но мне кажется Как бы Ну не знаю Даже вот По себе могу сказать Мне очень нравится Смотреть Как Те же ролики На ютубе А ты не считаешь Например Что вот время Время Например Того же фортнайта Хайповое Оно было одним Из лучших Вообще Но оно было Вспомни Вспомни Мотивацию Стримить Мотивацию Играть И типа Вот все это делать Это ж вообще было Я не знаю Я сверх мотивирован Был Так времена Времена меняются Вать Это знаешь Это же еще психологический Такой обман есть Значит всегда кажется Что раньше лучше Ну что-то вот Типа такое Да Я понимаю Я понимаю Но например Я не могу сказать За время кс Которое было Вот в самом начале У меня там Да Когда я просыпался В 7 утра И Типа Нет Ну там не 7 утра Может потому что ты Один играл тогда Нет Ну да Fortnite он объединил Очень много народу С пингом нахуй 100 Там знаешь Типа По 6 часов Каждый день И типа Я не могу сказать Про это время Что оно типа Было имбалансное Но вот время Fortnite Вот это начало Вот это Это же вообще Был пиздец Потому что Потому что Кс это Блять Уже растягивается На десятилетие А Fortnite Это было что-то новое Так вы Что? Так вы С Fortnite Ушли по сути На пике Fortnite или нет? Нет Он уже начинал там Да Я просто Не я просто Помню Он был популярный Когда вы ливнули С Fortnite Просто еще Fortnite Это такая фундаментальная Штука была Многие появились Благодаря Fortnite И выросли Благодаря Fortnite Варпач пишет GTA 6 Дождитесь А что GTA 6 Ну про это Познакомились Благодаря Fortnite Нет Fortnite для нас пропал Когда нас начали пиздить Ну без шуток Типа Извини меня Типа люди сильнее Нашли играть? Да Люди начали играть Как роботы Понимаешь? То есть Типа ты играешь Ты типа Делаешь контент Ты веселишься Классно Тебя снайпят Типа 6 years old Понял Который строится Типа в 5 раз Безстрее чем ты И все Типа И тебе просто сложно GTA 6 будет популярна Но Кирюх Мне не кажется Что она будет Такой знаешь Игра Которая поменяет мир Да не Вряд ли Просто Просто пиздата игра И все Да Просто пиздата игра Которая будет Там найдется Врати разок Мне кажется И все GTA всегда задает тренды Не забывайте это Rockstar всегда задает тренды На новые игры Которые потом Последующие выходят Заметьте Когда GTA 5 вышла Как все сравнивали С этой игрой Остальные Блять А как Скажите мне Мне лично GTA 5 дала Большой рост Просто Как называется Скажите Долбоебу Компания Которая делает Valorant Лол Riot Вот Riot Вот Я считаю Что Riot Это одна из лучших Компаний вообще Я реально Я вот Я вот посмотрел Игры которые они делают Но типа По сути Это балансовые гении Ну вот без шуток Типа я задумываюсь О доте В доте пикабельных персонажей Сколько в мете Ну зачастую Сколько в мете Пикабельных персонажей Ты сейчас хочешь поговорить за лол Ты не прав Ты не прав Не 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 Мне правда Мне так нравится Типа мне так нравится То что они делают Я серьезно говорю Я хочу даже в лол поиграть Я никогда не играл в лол Я просто хочу поиграть в лол И я помню Я вспомнил Как зашел в Valorant Я реально про это забыл Как они раздали Вот эти возможности Там типа Дропса Вот это все херня Блять Это реально было круто Клуто Слушай я могу сказать по И Близзард Вот это Это блять Такие компании Просто разъебные нахуй Нет Близзард Не соглашусь Близзард Это чилы Которые качают У тебя бабки У них смена Ника 600 рублей Стоит Это фулу Ёбки Которые Монетизируют Все свои игры Хорошо А что делают А что делают Валв Например Что в КС Я не знаю Я не знаю Как минимум Вот я сужу По Valorant Риут Пиздец Как сильно Ну На комьюнити Еще упор делал То есть Людям что-то не понравилось Они их поменяли Вот там должно было Что-то выйти В новом патче Валоранте Люди Это захуесосили И они решили Это не выпускать Просто Даже Аркейн Я не знаю Аркейн Ну да Там Развивает От Риут Кстати Выходит скоро Новая Морпг Какая-то Ёбнутая Типа Это пиздец Что сказать Про Valve Нахуй Что сказать Гебаные Говняные Лаганая Кс Которые Всем похуй На игроков Ребят Игра 2012 Года Игра 2012 Года Кс Го У меня 38 Она может Подлагивать Как Как Не понимаю Не понимаю Ну и до сих пор Очень много проблем Системных Которые Происходят Только в кс Типа Которые там Ну вот я установила Новый Комп У меня Валорант Вообще Никогда Не лагал У меня с звуком Появились Проблемы Типа И там Нужно было Ребята Кс Ку Как игру Можете Расценивать Как игра Которая Должна Развиваться Вообще Она не будет Развиваться Она мертвая Ну там Там нечему Развиваться Почему Марк Почему Добавили Например Братик Почему Добавили Дроп Гранат Например Дроп Гранат Добавили Да Добавили Спустя 10 лет Да я понимаю Я понимаю Смотри Смотри Ну вот Давай например Хорошо Давай основу Разберем Я например Не могу Зачилить Пойти ММ поиграть Потому что Шанс того Что я попаду С читерами Он огромный Почему Ну это не Отдельный вопрос Того что Античит Это факт Марк Марк Но это Это ж прям Глобальная проблема Валв не борется С читерами Потому что Оказывается Я узнал Недавно Что они Не борются С читерами Потому что Читеры Это Большая часть Онлайна Каждодневного В кс И есть даже Такая тема Кто-то Мне может Назовет Это как Называется Даже Это Называется Как-то Блять Там Есть Какие-то Буковки Что Читеры Играют Против Читеров То есть Есть Матчмейгинг Где Античит Определяет ХВХ Вот ХВХ То есть Чит Определяет Что Валфа Чит Определяет Что у тебя Чит И кидает Тебя с читерами И ты Играешь Читерами Это пиздец Знаешь В чем проблема Я тебе объясню Почему К использую Спрос Смотри Я просто Варзона Возьму На старте Варзона Была Мега Охуительной Игрой Сейчас Они с каждой Обновой Хуярят Игру Как и Фортнайт В свое время Обосрали Игру Если Валф выпустит Глобальную Обнованную КС Все будут Говорить Сделайте Как раньше Верните Как было Раньше Что они Могут Движок Которых Уже Просят Поменять Сколько лет Пять Наверное Я не понимаю Сурс 2 Сурс 3 Где Это Близзард Они просто Качают бабки Игра Пусть стоит 2К Блядь Они дизайн Погоди Я не ошибаюсь Увервотч Сделали Для соло Плея Для какой-то Сюжетки Нет Там Будет Лор Посмотри Триллер Овервотч 2 Там Нихуя Нового После Прочечки Не добавили И графику Не А что Что нам Обновлять В какую Сторону Я просто Не понимаю Да Хуя Знает Она Что-то Выпускать Ну Я не знаю Лора Это на самом деле Такая тема Которая пиздец Можешь заинтересовать И Я знаю Что в Увервотче Там вроде Еще какая-то Книжка Должна была Выйти Именно По всей Вселенной И мне кажется Что очень много Людей Которые Не только Пострелятся С друг с другом А которые Именно Попреждаются В Девает В Девает Скрулл 6 Что за книжка Ну Какая-то Ну типа Энциклопедия По лору Что такое Чат Скажите Что-то же Должно было Выйти И перенесли На год Ну Короче Может Сейчас Скажут Кстати А это Рофл Или нет Что дота До сих пор В бете Или нет Не слышал Я помню Что так Рофлили год назад Или два года назад Нет уже Ждем Доту 3 Я очень Жду Доту 3 Когда Я жду Элдерскрол Никогда 3 Ничего Да Тест 6 Ебать Я жду Это пиздец Сколько лет Уже 10 лет В 25 Выйдет 12 11 11 11 В последний раз Она выходила Я помню Тогда Учился И смотрю на время Ебать Вышел Хорошо А можно Если мы заговорили Заговорили за игры Я скажу такую тему Смотрите Вот Вы же знаете Что Зачастую Когда у нас Какие-то появляются игры Мы начинаем Ими спамить Не потому Что мы Типа Хуесосы А потому Что мы реально В какой-то момент Вот вспомните себя Когда вы находите Какую-то новую игру Вы начинаете в нее играть Вам хочется в нее играть И то есть Когда ты стримишь От нее кайфуешь И при этом Еще люди это смотрят Ты видишь онлайн Ты такой думаешь Блядь И активность И люди на нее приходят Знаете Типа У меня пропало Все Все появилось Все появилось Вот И типа И люди Приходят на эту игру Знаете как Вот ты типа Собираешь какую-то игру Которую всем нравится И такой Гришь А пойдемте Дредхангер И все Все согласны Все идут Понимаете Придешь сегодня 22 В Дредхангер Да Я в Дредхангер Вообще с удовольствием Даже расстроился Пиздец Я к Наташе иду Да Точно Я к Наташе иду Я тоже иду Где Наташ Да Вот Смотрите Я хочу спросить У ребят И которые тут сидят И у чата Больше всего Смотрите Я вижу всегда сообщения Да например Когда я говорю Это я вчера У Макса сказал Я просто пошутил По поводу ДХа Макс вчера был Такой немножко Не в себе Расстроенный Я говорю Давайте в ДХа пойдем Просто в шутку Сказали Начали писать типа ДХ хуйня Там типа ДХ хуйня По сути А во что нам играть? Ну честно Скажи Нет А зрителям Зрителям нравится И Дредхангер Так они всегда Да пишут Он даже Там у Ромчика Что-то идет Не по плану Они сразу пишут Там ДХа ДХа Да Ваше предложение Что бы вы хотели Посмотреть Вот игру Знаете Когда у вас Все идет по пизде Ты сидишь Стрим в дерьме И ты такой думаешь Блин Дай я быстренько Сюда вот это соберу Зайду И типа Вдруг все решится Валорант Валорант Пока к сожалению Валорант к сожалению Онлайн Самый наверное Наверное маленький Да из всех Популярных игр Сейчас получше Бля я пиздец Я очень надеюсь Что Валорант залетит Потому что Ну по чуть-чуть наберет Потому что тот онлайн Который есть там Например у Тарика Которого на КС Смотрел 2000 А сейчас смотрят по 40 А турниры какие-то по 60 Типа это вообще Выглядит прикольно И плюс У нас всем нравится Валорант Реально Вот из фриков Сколько у нас людей есть Которым нравится Ну человек наверное 12-15 точно Есть да Кому Валорант нравится Я не играл Борьку не нравится Я не люблю Валоранта Мне нравится Но я еще не скачал Мне не нравится концепт игры Там как-то блять Я не знаю Стрельба какая-то ебаная Ну может я криворукий Но я не понимаю Я сейчас ебу Не по детскому Которую ты играл Стрельба Стрельба Просто ну типа В каждых играх Разная стрельба И все в принципе Просто понимаете Я захожу в игру Хоть я и раньше играл Валорант Я ранкет играл Я сейчас захожу Там добавили Три новых персонажа И я уже не понимаю Я теряюсь Я захожу Че ты летит Попробуй на Сайфере Сыграть Да Это сложно очень Ну типа Попробуй на Сайфере Сыграть Что у нас сейчас есть У нас есть там Онкас Который мы уже типа Мы спамим Просто очень много Знаешь что я хотел бы Собрать Вообще попробуй Чтобы хоть бы кто-то Собрал Рэмбоу Сексидж Просто один раз Честно Я никогда не буду Собирать эту игру Я посмотрел один раз У Пчелкина И мне так она не понравилась Это просто пиздец Что у нас есть Из популярных игр Которые мы сейчас стримим У нас есть ДХ У нас есть Омонг У нас есть Валорант У нас вот была Проба Овервотча Форза хорошо заходила И заходит по-прежнему На самом деле Почему у нас Форза Особо никто не стримит Кроме Димана Например Не знаю Вообще никто Кроме Димана Неинтересно Типа Ну реально Мне типа похуй Чел будет хорошо Играть в Форзу Или плохо Типа я смотрю Форзу Только у Димана Ну типа для меня Это типа факт Мне неинтересно Просто можно Форзу Например в рамках В контексте тебя Можно собирать Именно вот как мы у Славы Помнишь Мы там собирались Толпой все вместе ехали Это охуенно Да Был один прикольный стрим У Славы Когда он Варпача позвал Стила Вот это был прикольный стрим Такой типа забавный Но я все равно говорю Типа я смотрю Форзу Только типа вот у Димана Типа и все По сути Что у нас есть еще Из игр КС Я не знаю на самом деле Диман играет Такие игры Которые кроме него Мне кажется Ни у кого не было бы Интересно смотреть Большинство игр Которые играет Диман Но я бы не мог смотреть Ну большинство именно Ну ребята Это уже психологическая Хуйня твоя Расположить в человеку И все Диман себя поинистерирует Таким интересным человеком Я не знаю У тебя просто Атмосфера Комфортная Похуй во что ты будешь играть Я вот говорю Как твой зритель Да допустим Я тебя постоянно по утрам Смотрю как кушаю Хуйней занимаюсь Ты просто чел Который вызывает Реальную эмпатию Говорю Мы же можем Какие-то игры Которые например Вот образно говоря Раз уже загорели Обо мне Например я играю в соло Мы эти игры можем Собирать стаком Рас Ну Диман Вот эти шарики Например Которые помнишь Были с обезьянками Ну мне кажется Если бы кто-то другой У тебя бы это за что Ромчик У тебя бы это за что Да нет Я не думаю Вот Рас Это вообще не моя тема Ну то есть вообще Рас сейчас будет хайповать Снова Вот с завтрашнего дня Вот например GTA 5 GTA 5 да Вот когда мы играли РП Я помню Вот это РП с Жожа Которое было Но это вообще Было разъебки Не слышно Да Да было Жож У нас много моментов Тоже Жожа были Просто легендарных В своих кругах Типа мне очень нравилось Чтобы вы понимали Я вот типа Мы с Жожей Когда собирались Вот эту всю РП делать Я сидел и думал Бля Такое дерьмо будет Такое просто говно будет И вот если бы Типа не Жожа Я бы вообще не знаю Что там было Ну было бы просто Супер скучная Мега хуня Вот типа например GTA 5 РП Я не могу постримить У себя на стриме Ну вообще никак Типа Майнкрафт Мы постоянно забываем Про Майнкрафт Я не знаю Майнкрафт это охуенная игра В которой Очень много всего Пиздатого есть Не знаю Майнкрафт Майнкрафт могу смотреть Я постримился Кстати Я Майнкрафт могу смотреть Только у Строго И у Макривского Например Но прятки не зашли Да согласен Я могу пиар сделать Да А кстати Я завтра хотел Постримить эту хуйню Типа Короче Жожа открывает сервер А как то Как он Не просто про него Простоянно про эту идею Говорил Типа и Рома Вроде в свое время И Хантик И постоянно Типа Ну никто не делал Этой хуйни И про то что Я хотел сделать сервер Типа где-то В 30-50 шек Как раз Типа Помните Была хуйня год назад Просто раз Мне не нравится Я не люблю раз А Майнкрафт Я понимаю Типа Майнкрафт Более понятный Как будто И там будет 30-50 стримеров Типа фрика Всей хуйни Без приватов Браться Без приватов Да Люди будут Типа дать Пару часов На то что Построить какую-то базу В креативе Типа без ресурсов Например Допустим Только ТП Сетхоум поставить Еще что-то И потом Чтоб люди Типа пиздились Как договаривались Общались И друг друга Хуярили Типа Это каждый На стриме Мне кажется Было весело Не у каждого Просто Майнкрафт Типа Ну да Не у каждого Майнкрафта Я не говорю То что У него постоянно Играет Но Майн Мне кажется Очень может Сплотить Типа Да Нет Просто Помните Что в тот момент Был пиздец Раз на хайпе Когда Это все Началось Когда Вы делали Раз там Дропсы были Еще Дропсы Но дропсы По итогу Была меньше Охуйня Типа Больше всем людям Нравилась Эта вся Залупа Я бы не Сказал Типа Я не знаю Ну по итогу Ты помнишь Во что раз Превратился Ко все Нахуй Пересрались Поругались Ну просто Не Ну раз бы сейчас На самом деле Прикольно было Так же Сарко было Жалко Когда его Доус Сожгли Согреве Это строй Просто Типа Реально Ката-сложная Хуйня Да Факт Я вообще Не смог Понятно Типа И угарно Было бы Не так Серьезно Но Знаете Я скажу Типа От себя Вот я Пиздец Сейчас Фанатею По Дредхангеру И мы вчера Сидели Короче С Наташей Смотрели Стримы И мы зашли В моменты Я стримил Дредхангер По сути Один раз И это был Стрим Довольно Дерьмовый Типа Он был Такой Ну Не о чемный Но при этом Моментов Там было Просто Там пиздец Как дохуя Было Смешных моментов Я реально понял Что Дредхангер Это создатель Клипов Нахуй Создатель Рофломоментов Каких-то Типа В Амонкасе Там бывают Рафланы Какие-то Но они Типа Такие Знаете В Каесте Тоже Рафланы А вот В Дредхангере Их прям Миллион И знаете В чем прикол Вы Во многом Участвуете В этом То есть Клип Был бы Не смешной Без вашего Названия То есть Типа Это реально Так забавно Это просто Пиздец Но мне кажется Дредхангер Надо как-то Развивать Я Типа Я просто Предлагаю Что Надо начать Играть По ролям Потому что Мы сегодня Сыграли катку И мы смотрели Утром Как парнишка На 40 человек Играет И там Вот типа Повар Он делает еду РП надо Это русский чел Да Русский чел Да Я знаю Я видел Я тоже его смотрел Вот Он так играет Это просто Пиздец Охуенно играет А какой ник Блять Я хочу посмотреть Даже Мне интересно Он поучаствует Он сейчас стримит Даже Он очень Профессиональный Если он стримит Я на него подписался Я сейчас скажу Если он стримит У нас это просто сложно Надо именно люди Которые хотят А ГГ Ван Лав У него называется Да Я уже ГГ Ван Лав Да Я вот дохуя смотрел Посмотри Дня 4 уже смотрю Короче Бля Максончик Еще не помогло Это ничего Мы сегодня Мы сегодня Играли игру Скиллзора Утром Мы нашли катку Блять Спасибо челам Нахуй с чата Которые зашли Искать игры Просто нахуй Невозможно Мы заходили Блять В регион Китай Нас там просто кикали А в одной игре Просто отпиздили нахуй Прям на Блять На плоту нахуй Мы играли игру Где каждый Знал свою роль Он пикал персонажа И делал то что Я охуел Я такой беру Я говорю Станьте кто-то за руль А мне говорят Ты же капитан Я почувствовал себя Таким долбоебом Ну поняли Типа Я говорю Да-да Я понял Понял Становлюсь Типа Ну то есть У нас Чела пиздили За то что он Не принес мяса То есть у нас Типа повар Не принес мяса У нас все Зора отпиздили Пошли Отхуярили Он оказался Типа трейтером У нас доктор Сегодня играли в отне Да Причем это было Так интересно Но Прикол в том Что например Рома Он не согласен Немножко со мной Он сказал что Ему нравится Дэд Кангер Именно количеством Времени Провождение И проживанием Нет в смысле Я по поводу Это ничего не говорил Ты сказал что Типа нравится Когда подольше Типа Ты не хочешь Быстрый кат Ну да Но это Я не говорил Про РП Именно Я говорил Просто потому что Мы запускали Три дня И у нас никто Ничего не мог сделать У нас люди Не могут договориться Именно вот в этом Сама проблема У нас не могут договориться Мы за один день Доехали до конца Ну где нужно взрывать Нитроглицерин За один день Потому что Смотри там Еще в чем Потому что там Угля типа надо Намного меньше И там еще роли Типа которые Процентаж дают на что-то Но типа это все равно Это так было жестко То есть мы так все быстро делали Это просто пиздец Ну и кстати Это будет еще Знаешь что прикольно Три дня ставить Потому что у тебя будет Допустим За стрим не две игры А четыре И какой-то из игр Не факт Не факт Ну как Ну ты по-любому Ужмешь больше Чем две игры сыграешь Ну кстати Дима по факту Говорит Вот Нет там просто Некоторые игры Это точно Мне вот Дреддхангер Когда не нравится Когда ты постоянно Играешь за Мирного Пиздец заябывает Честно Не знаю Иногда хочется Отлечься Не знаю За Мирного Прям заябывает Играть Мне нравится Не знаю Наоборот За Мирного Ты же за Мирного Чилишь Типа Ну короче Суть в том Что я бы попробовал Можно мне кажется Три дня сделать Это было бы прикольно Мне нравится делать рагу И добывать мясо Наоборот Не Просто помню Мы пробовали играть И чем все закончилось Нихуя ничем не закончилось Ромчик Тогда никто вообще не шарил У нас Да нет Диман Это было как раз уже Когда все Умели Прискнуть играть У нас Все делают Все делают Все И все друг друга Угадывают Ты типа Ты какое-то слово Сказал Все-таки Бля Ну ты типа Нам не нравишься И у нас сразу Ебашь Помнишь Как мы заебашили Типа Этат Ваню Когда Ваня Съел Отравленное мясо И ему надо было Убежать Вот понимаете Если бы он играл Паблик Он бы все равно Мог убежать Они бы ему дали Мы тогда же Играли Как раз таки Мы вчера видели Вот эту катку Где вот этот ГГУан Лав Он ходил по кораблю Съел все похлебки Вот эти рагу Сделал Четыре шприца Да он отравил чела Он отравил чела И говорит Типа доктор Доктор что ты типа сделал Он говорит Типа антидот Он говорит Типа покажи Он его скинул Он его подобрал Говорит Я проверю Типа не отравленный ли он Выпил антидот При нем И все начали травиться Ну то есть Типа там такие мовы Типа не знаю Вообще прикольно Да плюс про тюрьму Когда он сказал Про тюрьму да Так прикольно А это мы у девочки видели Да у девочки Это у девочки Короче девочка какая-то То есть она стояла Ее закинули в тюрьму Она до последнего боролась Что она не трейтер Не улетала И прикиньте Они не улетают Они сидят Они не улетают Чел подошел Ее трейтер говорит У меня нет ключа Она ему говорит Пойди возьми ключ справа там И ему нажимает Help me Help me Он такой Да-да-да Я пойду беру Она нажимает кость Она вылетает оттуда По своей кости Говорит типа Майор типа У нас просто убегают Пойми куда Ты же должен понимать Что у нас Этот Играют типа люди Которые друг с другом Общают каждый день И типа все друг друга знают И палец сразу Я не знаю Я прибегаю Я играю в фулл мирнич Я прибегаю на корабль Меня уже нахуй все смотрят Как будто Я не знаю Их маму там Что-то с ней сделал Блядь И сто процентов Все уверены Что я трейтер Поэтому Я не знаю Да нет Затестить конечно можно Но при этом Ребята Я понимаю Что я типа вообще Олицетворение этой проблемы Типа Тильта и всего Такого в катках Но я Блядь Мы вчера смотрели Кучу игр И там Никто нахуй не расстраивается Я не знаю Как они это делают Но там никто не расстраивается Чел умирает на трейтере Он смеется Чел Блядь Выигрывает Он смеется Они в удовольствие играют У тебя такая хуня Тебе надо всегда выигрывать Ты проигрывать не умеешь Нет У меня бывает У меня бывает Когда мы проигрываем Все заебись А бывает Когда мы проигрываем Это как мы с Киллзором проиграли Мы бегали вдвоем Марк вышел песенку Попеть победную Вадим его Я не знаю Так за хуи Мы играли вдвоем Я попросил Говорю Наташа Останься С Лерон На типа палубе Мы бежим Я поворачиваюсь налево Лерон бежит сзади Не на самом деле Это просто Это Не знаю Специфика людей У меня например тоже есть Мне нравится выигрывать И у меня тоже подгорает Иногда Мы играем как последнюю Просто Я как тварь сгорел Когда в спину не убил Юлю Блядь Я просто не знаю Так сгорел А еще скажу В защиту такую Что мы играем по две игры И типа они так как они По десять В день И типа я просто Я просто не наигрываюсь Лично Так это заебись Будешь наигрываться Этого будет меньше В твоей жизни Мы меньше будем стримить И ты кайф не будешь Получать такой Рома всегда ради победы Играет только Так какой ради победы Я не знаю Вот я тогда хотел с Марком Вот когда у Марка На стриме был трейтером Я хотел с ним там Этот Нормальный же Да Мы не душили Но Но Бистикс уебал Если бы я играл ради победы Я бы просто куда-то убегал Там Застраивался И все И не появлялся бы никогда в жизни Давай не уебывайся А ты вообще Давай на систему Помогай Приятный аппетит На марафон дыха На марафон дыха Мы Игру Игру нахуй убьем На систему давай Ну просто она у нас бывает редко И если она у нас на два часа Там две катки Мы играем ее как последнюю Блин Не знаю В этот час Прожить Винтер Мне не нравится вообще Просто для меня это ужасная игра Пять дней Ты ее не расправил Она очень хорошая Я даже за хренью не играл Мне так не нравится Она вот это Блядь Какие-то точки бегают Блядь Просто непонятные Типа так Как-то Что там еще есть в темке? Ча Это в Дредханге Два раза играл А Кстати Вот пиздатый вопрос Такой типа прям Прям супер Мега охуенный Возросшая Агрессия в чатах Стримеров Как объяснить людям Что есть грань Что объяснить людям Что объяснить людям Что есть грань Типа вот моменты Когда лучше Типа Просто вот Не рофлить А зрители этого не понимают Потому что Все зрители Мне кажется Принимают на себя Поведение стримера То есть Как мы общаемся Друг с другом То они считают Что им тоже можно Общаться с нами Так Это чуть-чуть неправильно Чат Мы с вами К сожалению Не знакомы И на это никогда Не будем знакомы И в таких моментах Многие зрители Пересекают эту грань Мы для них Типа Ну Люди Которые дают им эмоции И они нам В ответ дают А Потому что Мы друг друга Не знаем Мы типа Даже Ну Не знаем Друг друга Получается Но плюс еще То Что Они сидят В интернете И блять Я в детстве Ну типа Когда мне там Блять Было Я просто сидел Смотрел стримы Я тоже Смотрел полную хуйню Писал полную хуйню Типа Мне было похуй Я угорал Если получал Какую-то реакцию Эй чат Не ну если на серьезном Ебали реально Рассуждать над этим То да Это такая Плачевная тема Ну Блять знаешь Последний год Уже настолько много токсика Что это реально смешно Окажется в моменте Почему последний год Всегда были токсики Нет Вот последние Типа Даже пару месяцев Да Ну вот Пару месяцев Про какую агрессию Могу заметить Не в сторону стримера Но в общем Атмосфера в чате Это из того Что пришло много Аудитории с тиктока Даже Блять Сейчас Пишут постоянно Типа Блять Девочки с тиктока Вот это вся Мне кажется Мне вообще Девочки с тиктока Не пишут Жожа Я не знаю Что Уже нет Аудитории Тиктока Блять Практически вообще Я имею ввиду В личку Никуда не пишут Все равно Есть всегда конфронтации Типа между Блять Старой аудиторией Настоящей Я вот сам Я вот сам знаю Что типа На меня чат Токсит Потому что Типа Я постоянно На каждом стриме Типа Ну я типа Не знаю Я всегда раньше Умел промолчать Вообще всегда При любой ситуации Я там мог написать Там Сейчас типа Я не могу Я не знаю Почему-то я Собственно всегда пизжу Я сейчас Я пересорился Ну как Я не пересорился С ребятами Мы даже Со многими Не обсуждали Там вот даже С Марком Мы типа Особо даже Ту тему Не затрагивали То есть мы просто Как-то типа Начали говорить 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 И типа Она как-то Сама отошла Потому что Я даже не помню Почему мы Поссорились Даже вообще не помню Так же самое И с Ромой Типа Я сам понимаю Что вот я агрессирую И люди на меня Типа агрессируют Но Типа Я не знаю Я типа Начал просто давать Пермачи Потому что Я не хочу взрываться То есть у меня Если я вижу Что там например Человек какой-то У нее пишут Я просто даю Пермачь И все Я не против Чтоб его там Разбанивали Мне типа Похуй Просто типа Я даю Пермачь Чтобы мне Было легче Такой Я пермачь дал И все И там уже Поебать Вот так вот Чё не фахи Типа показывает Марк Типа Ебать Что сказать У меня вообще В чате Нету Никакого Дерьма У меня все Нормальные Типа Никогда не спамят Никакие пасты Зря ты это сказал Ну тут Вот например Макс Да Он довольно легко С этой темой справляется Мне кажется Его чат Вообще Практически Особо Не трогает То есть Ну бывают Наверное Какие-то Такие Мини ситуации А так Я думаю Макс По-любому Когда-то Что-то было Ну бля Потому что Он скидки Делает Вот и все Нет По поводу Обзывательства Такого На других Стримах Не на своих На своих Стримах Вообще Ничего не обидно Я не знаю Как это работать Вот у меня Когда мой чат Пишет Мне похуй Вот напишет Это же чел Что твоя аудитория Типа они Ну прикалываются А у других Возможно Это твой хейтер Сидит Нет Я могу Ник тот же самый Видеть Вот у меня Например В чате Красми Да Он пишет В другом Каком-то чате Я думаю Вот сын Хуйни Не я тебя понимаю Прекрасно У меня такая же Хуйня У меня Никсон Такая девчонка Есть Она у меня В всех чатах Хуесосит А у меня Она вип Блядь Мне неприятно Когда она В других чатах Допустим Мне хуйню Пишет Блядь Ей 15 лет Кстати Не знаю Я вообще К этому К этому Намного проще Отношусь В целом Ну такая же тема Ну Макс Ты привык Мне кажется Что у тебя Сами стримы На этом построены У тебя чат Пиздецкой вайб Задает на стрим У тебя и донатеры Очень много контента Делают Но согласись Типа поставки Не поставки Это всем смешно По факту Не ну Я скажу Насчет Макса Что Типа Я ебусь в жопу Нахуй Но Это пиздец Как рисково То что он делает Открывать Каждую ссылку Которую он открывает Каждый тикток Блядь Я на доверие Работаю Он работает на доверии Да Но типа Блядь Это очень страшно Нахуй Но при этом Как бы типа Вроде все Типа Заебал Алё Ну я и блядь Есть еще одна важная тема Которую я хочу обсудить Кого кика Ну я вижу твоя ебало Уже вот это вот Улыбается С нулевой Нахуй Давай говори Не ребят Ну типа Просто Че типа делать со мной Ну я охуенно играю Во все игры Типа Я украинский шраут И что будем делать Боже Я подустал немножко Что меня зовут на стриме Я всегда там выигрываю Типа Что такое Что с этим делаешь Ром Завтра Это завтра Майфоша С Абвесёром Блядь Может не подаваться Как там Я не знаю Кстати Вот там такое сообщение писали Я хочу как раз сказать По поводу Где пропала Крис Вейф Возможно вы типа Проебали ее многие Я думаю Я только недавно Кстати спрашивал Мы недавно Просто случайно Рома вспомнил Мы сидели Мы написали Типа у нее По менталке пошел Немножко сбой Типа она пропала Она сейчас хочет вернуться Поэтому я Четка менталка Ну слушай Я считаю кстати Что ей бы Ну надо было Хотя бы нам это написать Да Я ей написал Говорю почему-то Она говорит Я не хотела Типа вас Не чтобы она нам написала Типа предупредила Я ей так и написала Говорю Типа почему-то нам не сказала Типа мы бы знали Я просто вас короче прошу Я понимаю что многие там Типа сейчас будут роплить Но когда она запустит Просто ее поддержите Типа и все Что такое менталка Блять Менталка Ментальное состояние Психическое Ааа Это я я помнил Я самый хороший Я вспомнил Депрессия короче Я заботился Ну типа Я не знаю Айсу стримит постоянно Ребят Айсу стримит постоянно Она стримит на втором канале Она рисует Она создает Всякие Всякие штуки То есть типа NFT-шки Бэмс дэмс Да Только она стримит Не на Айсу Майсу Она Майсу Майсу А че мы с темы Соскочили Реально Че делать со мной Я реально Честное Слышь Пойдешь На разах Я твой ротик Прополоскаю Нормально все будет Да Капитан Крюк Ладно С Вадей Я надеюсь С Вадей я не знаю С Вадей я не знаю Что делать Я даже с ним не говорил И пару раз Когда последний Я звал Он как-то всегда был занят Типа Ну я хз Типа Блин Ну Вадя Это у меня Типа Очень такая Печальная тема Типа Пиздец Да Не Смыси Он пропал Я не знаю Вы так Как будто Я не знаю Что с ним случилось Но парень Нашел свое дело Ему нравится Очевидно Что он делился Все Он же не двигается С нами Мне кажется Давно понятно Что надо сделать И все Это же Это же не что-то хуевое Это же Ему же реально нравится Он же сказал Что он кайфует От этого Просто вы как будто Делаете Как будто хотите Его заставить вернуться Или что такое Как будто Она сильно это делала Типа Он получает Ему По кайфу Там с другими людьми Сейчас Другой категории Другие темы Поэтому Я вот пишу в чат Эксайл где? Илюха проебали Блядь Да Илюха Эксайл Вадя Типа Это разъебистый чел Ну то есть Типа Блядь Диман Не даст соврать Сколько мы усыкались Сидели Блядь С его смеха Ну это же Вообще Пиздец Что было Ну блин Ну просто он не хочет На самом деле Он не хочет Заставлять Да ему интересно Другое Мы же не можем Заставить вернуться Ну да На казиках Он у Амины был Славы Сколько у вас Друзей в школе Там были С которыми Наверное Там мы будем До конца жизни Дружить И что По итогу серёж это оригами мы будем мы будем кики делать на каком-то из собраний я не знаю просто мне кажется морально не готов на собранию блять давай я проведу ебать марго кого ли первого летает дайте мне дайте мне дайте мне короны первого нахуй за что у меня все тренировки в 15.00 будут ром зовите меня меня никто никогда не зовет да ну выигры я не хочу той шоу ебучий просто знаете не просто типа ты меня зовешь а остальные люди меня а я тебя зовут и просыпаешь все завтра 15 ребят чтобы понимали чтобы понимали насколько нп типа тупые долбоёбы тут есть вопрос которым они друг друга задавали вопрос то есть задумайтесь задумайтесь первый вопрос практикуешь анальный секс девушкой чел чел отвечает с твоей мамой практикую хуила ебаная отвечает ему а что за негатив вообще то есть у меня вопрос у меня вопрос состоит из трех вопросов которые блять три долбоёба друг другу отвечают вы вообще кончены или согласись эти бланте очень сильно помогает вообще носатый президиум это наверное блять лучшая конфа которую я вообще когда-либо в жизни создавал это вообще разъёб нахуй и при этом они не только мне помогают а еще и другим ребятам и мне кажется они готовы вообще всем нахуй помогать такие разъебистые человек а просто пиздец аху или нет так разрекламишь на всех стримеров что у них рук и будет не хватать и главное что они мне будут делать а там типа мне уже поебать не там на самом деле работают только ну до пяти человек максимум типа там не все что-то не 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 там будет там больше там больше работает так то точно ну насколько я знаю там например вот эту свою игру делает только два там а не знаю какой-то долбоёб написал сейчас я не знаю про правда это или говорят что они проводят набор щас это правда или нет алло а у них там типа своя джуниор там нет вы чтобы понимали там тики это пиздец там тикает как будто блять макривский рома нахуй там челы улетают я в ахуе я дядь я недавно сидел с челом играл в я помню мы играли доту была разница там есть четыре игры я с ним играю говорю типа это чел с нп играет уже нет типа за четыре игры его нахуй кикнули за что блять я не знаю за что там кикают я там не вообще ничего не за что не влияю я просто ахуе как челы пропадают пропустите идею меня на собрание ответственность за кики сделать грязь понимаете в нп еще такая тема не на правда они кое-что мне слили хуй соса я не знаю кто это все таки слил когда у нас должен был бы шоу-мач с лобой кто-то слил состав кто-то слил состав и типа я писал туда ну и типа я очень часто туда какую-то хуйню пишу это бывает когда друг друг лучшему другу кто-то другу кто-то другу сказал и типа это короче проебалась но вообще кстати с нп там еще сколько 40 человек ну плюс минус там 5 стример да там где-то 35 человек еще ничего не выходило нахуй ну то есть я не знаю там когда что так держится типа ну это пизда то ну я бы не сказала что не выходило а что выходило ну когда ты какую-то инфу пишешь там ну писал там я не знаю полгода назад вот полгода назад когда там было 60 с чем-то человек было пару случаев сейчас вообще такого нет учася реально там ты туда типа ты все туда закидываешь она остается там ну только если рома не возьмет оттуда и не скинь свою конфу но у меня просто сливали как мне просто инфу оттуда я такая что зачем вы мне это пишете вообще ром чекни сейчас телегу ром чекни телегу тоже а можно вопрос макс ты реально ноги бреешь блять иди нахуй не брею ноги гантон блять нахуй ты доебался а чё реально что таких бреет ноги я не понимаю да не брею я ноги блять а так пишут что в нп сейчас 20 человек плюс-минус остальные это боты и стримеры а все остальные типа отпали для ебать прикиньте провести нахуй этот носатый президиум этот инвайт этот а ты не думаешь с осадным президиумом провести стрим просто их работе поговорить а у них они есть а у них а у них есть они даже на твиче стриме что-то не полноте надо это такие еще уебаные блять но это это хороший уебаный блять нет мы не придем вот видишь они не придут дисбанда стримит нахуй в это время да там 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 ребята еще стримит можете ссылку поскидывает нахуй там там чисто знаешь такой клоунский сквад типа по типу как у жужу был до этого блять можно поскидывать я скину у них есть свое расписание и бать его конечно бусер отдалился ну кстати еще давно бусер отдалился но вы должны понимать что у него другая занятость то есть он тоже немножко ушел как немножко довольно сильно сейчас ушел в хазик он от этого кайфует типа он сейчас приедет в россии он играть же это не может а я думаю приедет россию он вернется да он играть же не может ребят вы должны это тоже понимать потому что у него же в дубе и пинг огромный до дискорд зайти к нам не мог блять улагалка да это потому что дискорд заблокировали дубей дубей против бесплатной связи поэтому дискорд заблокирован у них да дуба не разрешает бесплатную связь он говорит там ватсап вайбер и нельзя в телеграме не можешь позвонить типа представляете так дубе нельзя бесплатно позвонить а у них потому что платят все это это недавно вышло кипа проспал как был в дубае я маме по видеосвязи через я тоже звонил саху я наработал не знаю но какой-то номер был у меня просто номер был я не менял российской симки прям вот потому тебя и звонила они дубей номер поэтому но еще в некоторых местах там плохой интернет например как у нас на марине был плохой интернет или где мы пошла нахуй я не буду просить рома тебя разбанить а на катюхе была плохой я не знаю и у нас всегда есть тема которую можно обсудить типа почему такое хуйня игрок у севера да все он уходит рома тебе пиздут в реке приглашение верни верни эти три раза кидал а почему-то из фриков типа выгнали по идее причина это была причина так ты же сказал что сам не вернешься артура почему ты вышел из фрик спада типа астичок амнезии болеешь на хуйня нет мы перед мы короче смотрели с наташей в дредхангере когда злой был капитаном это просто такой разъёг нахуй я не знаю нам так было смешно я что ёбаный капитан ёбаный похлёбка водя а я кстати не знаю и во фриках не отвечает ничего попрошу если что я тут ответственность за фрики каргушин написал что у них у нп учил от сейчас полторы тысячи онлайна чтобы понимали а кто сейчас стримать из вас баночная вроде я у меня в тягачи стримы ребят мы и приглашение в африке вы пригласите чела пожалуйста в африке на нервах я подожди там сидит блять изи-бризе важнее я понимаю да изи бризе в африке можете посмотреть на эти долбоебика вот они тут находится можете посмотреть по угорать нах это такие тупакие пиздец ну это это чё мы будем куда-то идти до рейд мне я запускаю давайте обсудим такую важную тему что мне вадим отвечает раз-три дня типа у меня дядь пара кикнуть и подагалку за видимо меня вадим этот выше вас ставит потому что мне он всегда отвечает мне тоже сразу когда вижу я вадю перенос знаете как у меня раньше братишка сэн лоран 192 опера на лишний дневник стоят два типа я пишу просто рассказывать свою жизнь а потом заход читает это не все но мне все равно то даже так приятно раз-три дня и приглашение кидаешь да не она хоть и надо я тебе могу в пиздюк свадим хочешь пиздюк склад я тебя люблю поход на тебя вадим я не понимаю ты или нахуй или как я задержка пин большой давай тоже конечно ну два часа стрела прошло можем в принципе и потом по факту можем да ну что очень на то что ты такой охуенный бля видишь я тоже беспокоит это вопрос охуеть ни один такой да нет я же вижу городе киздюк ты лучший блять спасибо но так как с этим бороться зачем с этим бороться просто получает то что хочешь и дату поиграй и в доту поиграй рассоснешь блять я на самом деле боюсь заходить в такие игры когда-то мне кажется это затянет жестко слушай я думаю что у тебя нет шанса вообще в доту играть суши играет в доту блять а значит посмотри вон и десаут играет доту нахуй сложные игры тяжело даются чё какие сложные игры мне тяжело дают попросил пойти блять кости добыть тотемы я же мне не играл мир как-то этот может в доте где надо год чтоб хотя бы научиться мне кажется рома там бы сгорел пиздец если бы в доту разошел или нахуй я бы интернет ром давай завтра доту постребишь слабору но ты говоришь что ты лучший во всех играх получается он не самый лучший вообще пострим доту покажи как ты будешь играть доту на эсэйфе минра не отличишься ему без вариантов можно будет да я приду конечно ты придешь один на один на миллион ладно и долбоеб ты же лучше скажешь ты ко мне придешь смысле да блять можно стрим кто не может рома ромброс стандарта тема типа ну 500 типа весь в рейс по 35 человек серёж ну не знаю когда-то сиро стримил без вадима конечно примерно месяц назад и попасть один раз с вадимом стримил блять все знаем что не подобаешь 3 потому что вадим у меня обычно и ты не можешь это заказать и так было так было такой раз просто вадим просто вадим пишешь он говорит да вроде да могу 5 утра 5 утра вадим пишет а блин вроде не могу типа не знаю как ты поможешь просто францем филиса что 15 0 это время макривский макривский тайм это не рома кривский это нахуй разу не принимал приглашение потому что один раз нормально брось не в ноги блять а передай мне в руки блять да давай вадим давайте пизик скваты на этом злой нормально что случилось еще забанили чела в каких-то в чате да там оксидиры забанили пиздец мне не надо есть еще тем у нас 2 минуты есть до быстрее что добавить мне во фрики прямо сейчас кстати марку сейчас надо уходить зачем ты говоришь у нас у тебя уходить стоп куда под юбочку сибался а на вишенке то не будет нет я на стрим не пошел на вишенку что к тебе пришел хоть раз бы ко мне пришел нахуй 15 раз два раз ко мне не пришел я могу на час прийти и уйти потом пришел блять нет неправда это он просто засиделся мне кажется потому что он обещал меня полтора максим прийти до было мне кажется просто до макса дошло не макс правда с удовольствием тебе приду просто ты в такой тайминг хуёвый стримишь брат давайте всегда стримить все тоже все настройки мы всегда поменяемся этим я кикнут из фриков они мне кажется надо было мне написать это нормально типа это вообще нормально кстати никто не говорил что его кикнута кроме рома криско да так что предлагаю ну просто в такой момент должны понимать что я еще и хороший психолог и вот так я вывел чб на то что он сам хотел уйти я просто дал толчок злой у нас лекс уснул блять вообще еда я прикалывался ждал когда кто не скажет макревский уходит размен да не надо ребята ну блять сам же хотел но я же не со зла я к вити хорошо ребят я проверил рома он красный уходишь давай я жду приглашение до какой раз мы говорим о приглашении злого у меня есть интересная тема вать хотела поблагодарить за этот стрим типа спасибо что очень важный вопрос вот без кого кроме меня вы не представляете фрик скотт кроме меня я понимаю этого понимаешь душа этого понимаешь понимаешь туда же если меня нет я присутствует призраке хантер блять я фантом ебаный без пиздежа вот этого твоего своим ротиком блять тебе еще весечку ли за сад на ты да и сослали ты постримишь чутка не не там ваня будет стремить вать я сегодня буду стремить реально запускай ваня ваня сейчас он будет стримить